Бетврач вводит в организм животного иммуностимулирующую вакцину с антибиотиками. Крупный рогатый скот жителей Карабулака прививают повторно. До вакцинации необходимо для выработки длительного иммунитета, который сохраняется в течение шести месяцев. Первую инъекцию животным ввели ранней весной. Это заболевание у нас в прошлом году регистрировалось, имело место больных и распространение по всем населенным пунктам Ингушетии. Поэтому, начиная с прошлого года, осенью и весеннее мероприятие направлено для профилактики, для предотвращения возникновения данного заболевания. Вакцина эффективная, она доставляет в соццентр ветеринарии с Москвы дозы соответствующие. У нас достаточное количество для всех животных, для крупного рогатого и мелкого рогатого скота против оспы и надулярного дерматита. На очереди также коровы, которые прежде по тем или иным причинам не были привиты. Беслан Зангиев уже имеет опыт работы с надулярным дерматитом. Осенью прошлого года эта инфекция не обошла стороной и его животных. Высокая температура, раздражение и сыпь на коже, снижение объемов молока – все симптомы указывали на болезнь. На этот раз Беслан не стал рисковать. Врачи и ветвуправления Ингушетии признательны администрации города за построенный загон, благодаря которому теперь очень удобно прививать животных, несмотря на их агрессивное поведение. Эти расколы необходимы. Сейчас в Карабулаке я хочу выразить благодарность главе администрации, которая построила не только эту одну, он еще построил вторую. Сейчас на этом месте хочет построить еще третью в другом конце села. Поэтому я хотел бы выразить еще раз благодарность ему. И пользуясь случаем хотел бы обратиться к остальным главам администрации, городов, районам, чтобы они тоже сделали бы эти расколы. С прошлого года в Ингушетии привили более 10 тысяч голов. Специалисты утверждают – болезнь пошла на спад. Вакцинация продолжится во всех населенных пунктах республики. Марина Мутелева, Рахман Цуров, Новости 24.